Здравствуйте, Вячеслав. Что нужно делать после того, как станет известно, что Путин уже запустил ядерное оружие? Похоже, что Запад дождется этого. Прятаться в подвал, бежать из городов или уже все поздно. А что будете делать в этот момент вы, если, допустим, узнаете, что ракета летит к вам, не к вам? Ну, узнать, что ракета летит ко мне, я никогда не смогу, вы же понимаете, да? И что она летит не ко мне, я могу узнать только тогда, когда она уже прилетит. То есть будет сообщение, что там-то там произошел взрыв, что я могу делать. У меня есть варианты какие-то, у меня нет. Если у Путина есть варианты, он может спрятаться, уехать и так далее. У вас даже есть варианты, вы можете уехать. У меня нет варианта, мне некуда ехать. Я могу находиться только здесь. Поэтому я ничего не буду делать. Буду ждать. Здесь достаточно крепкие горы, достаточно в этих горах крепкие подвалы. Я достаточно высоко нахожусь от мест затопления. Поэтому даже если там что-то выйдет, там какой-нибудь Вердон озеро из своих берегов, то меня это не сильно коснется. В любом случае все это минет. Поэтому я думаю, что вам делать? Ну, если будет опасность применения ядерного оружия, то лучше покинуть те места, куда может быть нанесен удар. Удар может быть нанесен по частям ракетных войск стратегического назначения и по близлежащим территориям. Ну, например, Татическая дивизия. Да, находится в поселке Светлое. Но она формально находится в поселке Светлое. Фактически она находится на территории всего там, ну, не всего, но части Саратовского района, части Татического района, Аткарского района, Петровского района, да, там, и даже Новобурасского района. То есть огромная территория, очень большая. Если взять от этой точки, то там получается там и 50, да, километров и больше. То есть эти их с ракетами, со всякими там тополями, ярцами, они могут приехать куда угодно, где у них там пусковые площадки. Они могут быть у вас за углом, да, за баней, за вашей пусковая площадка может оказаться. Поэтому я не знаю. Лучше от таких объектов держаться подальше. От объектов 12-го управления Министерства обороны. Это такие, как Березовка, например, хранилище ядерного оружия. Это ракетные войска стратегического назначения. Это пусковые установки оперативно-тактические. Там всякие эти, ну, например, в Калининградской области, да, эти, господи, как их... Искандеры, да, это плод, который имеет также хранилище ядерного оружия. Все, что связано с ядерным оружием, конечно, от всего этого надо держаться подальше. Потому что дай будет нанесен первый удар. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok